приветствую дорогие друзья пока я готовил материал для этого видео я смог найти лишь несколько чужих видосиков с кадрами поэтому вы можете видеть авторов исходных роликов в самом же видео я расскажу обо всех существующих на данный момент играх под брендом counter strike разумеется расскажу немного и о том как она вообще появилась и развивалась в общем добро пожаловать на канал new the games projects меня по-прежнему зовут владимир и мы начинаем а начинаем и не с counter strike 1 0 или даже не с half-life а как бы это было ни странно и не звучало подозрительным со второй игры в серии квейк вообще не думаю что для кого-то сейчас является секретом что знаменитый движок голда сердце он же первая версия source от valve является лишь модифицированной версией той самой кваки от кармака а сама counter strike изначально была модом для халфы но начнем мы именно с того что идея counter strike зародилась еще во времена второй кваки и вылилась в мод action quake 2 конечно основная суть этого мода сильно сейчас разница с привычной нам counter strike но именно тут появилась идея заменить всякие там футуристические пушки на все мы привычные автоматы дробовики с ножами и винтовки набор стволов кстати перекочевал в контуру почти в полном составе ну пропала вроде только двустволка да и возможность метать ножи вообще q action живой и здоровый до сих пор незабываемая динамика дух старых добрых боевиков 90-х которые хотели передать авторы делают action quake 2 офигенной игрой по сей день она действительно отлично играется она действительно круто ощущается динамика просто бешеная немножко плоховато выглядит но это не порог собственно говоря именно кадры из нее вы видите сейчас на экране заострять же внимание на quake action в данном видео не будем если хотите отдельно поговорим обязательно пишите в комментах но рекомендации к знакомству у меня определенно есть и это не составляет сейчас труда потому что для этого можно просто посетить сайт action quake.net и там вы сможете найти все необходимое для игры в quake action ну а мы переходим к самой контр-страйк перед первой версии правда были разные бетки от 1 до 7 разработка началась в 1999 году и в первых версиях беток вполне заметно влияние экшен квейка частью команды которого и был разработчик мода для халфы свое время он захотел больше контроля над проектом и затеял конкретно свой мод свой проект и он начал делать тот самый контр-страйк потом разумеется приходят и другие люди которые начинают заниматься всякими разными делами от модели оружия и карт до прямой помощи в разработке ну а к пятой версии бета контр-страйка уже подключилась и сама валя вообще это довольно большая интересная история способная собрать целый отдельный видос можете написать в комментах если вы хотели бы послушать вот самую веселую историю перевел записи всякие разные скомпилировал из них полноценный выпуск и собственно говоря выдал в видео формате по теме например да там как создавалась counter-страйк довольно интересная штука я вот пока списал небольшой сценарий посмотрел в том числе почитал да что там было как создавалась это реально прикольная тема ну ладно вот уже в 2000 году вышла первая такая полноценная версия counter strike и она уже заметно более похожа на ту самую кс-1.6 которую мы все прекрасно знаем несмотря на то что я знаком с экшен-квейком с counter-страйком я начал свое знакомство только с версии 1.3 которая вышла уже в 2001 году именно она стал той самой популярной ушедшей в народ насколько я помню там еще кстати бомбу можно было ставить то ли на ходу то ли только с прыжка короче в любом случае бомбу можно было просто воткнуть вне зоны плента там выпрыгнув за него и просто бомба улетала короче можно было нормально так прикалываться там еще были всякие прикольные команды типа позволяющие подходить к ящику делать его не видимо короче в общем были свои нюансики до которые знать надо вот еще через года выходит counter strike 1 и 5 и вот она реально стала прям мощным мейнстримом она заполонила все наши компьютерные клубы и мы собственно я помню довольно долго играли именно в 1 и 5 в общем то все играли повально с пираток да я существование стима практически никто не знал поэтому переход на 1.6 вышедшую еще через год то есть в 2002 получается не до 300 этим он вышел ну под конец под начало или конец там примерно тогда вот затянулся довольно долго этот переход на 1.6 все-таки у нас как бы была эра компьютерных клубов в большей степени да и только не у многих людей были свои личные компьютеры и вот где-то в 2004 мы все-таки все пересели на 1.6 к того времени она уже как бы успела такие закорениться стать основной версии да по которой проходили турниры в общем-то к этому времени уже и была первая не самая удачная попытка показать контр-страйк соурс и при альфа этой самой контр-страйк соурс нового движка соурс в 2003 году она кстати была да в там же собственно говоря в это время вышел и контр-страйк кондишен зира чуть-чуть переработанный движок соурса там подтянутые текстурки и так далее и тому подобное то есть короче говоря gold src только чуть более высокой версии но все еще не соурс что примечательно вот а мы войдя в азар долбили в 1.6 и даже не заметили никакого выхода кондишен зира вообще по моему все полностью пропустили контр-страйк кондишен зира мимо себя и особенно те эпизоды где нужно было на прохождение играть против ботов короче говоря и сорс мы тоже в принципе ну пропустили мимо себя нам было не очень интересно хотя half-life 2 я к тому времени уже прошел короче говоря мы были заняты жесткими кв-шками и банальным задротством в 1.6 а даже писали помню свой собственный зомби сервер юра там писал какие-то плагины в общем развлекались как могли развлекались еще довольно долго ну и собственно говоря до сих пор да развлекаемся тем не менее сорс уже вышел но все что мы сейчас увидели это довольно скучно и понятно все мы все про эти проекты прекрасно знаем ну и много другое тоже знаем куда интересны остальные проекты в серии о которых может быть знают не все и если там а контра страйк 2д да я знал даже играл в нее то это китайских например не знал а про них он узнал совсем недавно кстати о китайских в японии да да именно там вальф разработала совместно с нам к аркадный автомат в котором предлагалось играть в кс нео о занимательно что вышел проект 2005 году и вышел только на территории японии вот а в 2008 году уже выйдет действительно китайская counter-strike онлайн это как раз вот китайские ремейк counter-strike condition zero просто адаптация под азиатский рынок до технически делали это nexon corporation или nexon наверное будет правильно потому что все таки корейцы они корейско-японская компания да но очевидно что для валв которая естественно давала разрешение на подобные вещи очевидно что азиатский рынок это все таки китай в первую очередь а потом уже корея япония несмотря на то что эти самые обновления для counter-strike онлайн и будущий counter-strike онлайн 2 выходили в первую очередь для корейских серверов тем не менее до онлайн counter-strike онлайн в китае составляет полмиллиона человек даже сейчас спустя вот такой огромный период времени ладно стоит упомянуть еще и counter-strike 2d попавший в steam официально в 2017 году но появившийся сильно раньше автор исходного видеоматериала который вы видите на экране указал дату 2009 год но насколько мне известно до 2d contra вышла на следующий же день после condition zero собственно говоря counter-strike 2d как и микро кс который выходил для мобильников на для мобильных телефонов на самом деле официальными частями серии не является или и там спин-оффами да как например продукты nexon вот в 2011 году мир увидел первую бета-версию global offensive counter-strike global offensive то была закрытая бета насколько я помню и по моему даже у меня был ключик и у знакомых точно были ключики они играли но это не столь важно ведь в 2012 году вышла первая версия самой кс го да она впоследствии претерпела море изменений продолжает развиваться превращаясь в какой-то бесконечный рынок скинов тем не менее это такой был важнейший этап в развитии серии все-таки counter-strike global offensive до сих пор актуален и развивается следом за ней появляется продвинутая версия nexon concert strike онлайн 2 это уже как раз таки апгрейд полноценный с переходом на source движок вместо движка condition zero которые немножечко перерабатывали для counter-strike онлайн в общем-то это хит азиатского рынка вышли в 2012 там 13 годах на фоне грандиозного успеха своей предшественницы тут уже появилась куча всякого разные по сути своей это полноценный ммо counter-strike своей атмосферой тоже заточены исключительно под азиатский рынок собственно говоря под китай в первую очередь но конечно же корея япония в том числе плюс там еще тайвань и другие другие страны причем огромное количество где-то клиенты кстати уже давным давно закрыли сервера а вот в 2014 году вальв понимая что рыночек все-таки решает выпуская тот самый counter-strike nexon studio это условно бесплатный ммо fps шутер да в котором игроки могут сражаться в режимах pvp ну как обычно и pve против монстров ну и по сути своей этот проект является переделкой counter-strike онлайн только для западного рынка ну чтобы грести бабосики на чужой работе как валв это очень сильно любит то есть это по сути тот же самый counter-strike онлайн от nexon только сделанный специально под наш европейско-американский рынок ну и вот такая вот собственно история всего насчитано 8 версий counter-strike не считая неофициальных трех одна из которых является ремейком counter-strike 1.6 на движке global offensive точнее на движке source она тоже попала в steam по-моему в семнадцатом году этот classic strike он сейчас вроде закрыт потом вроде открылся короче говоря не в курсе ну и сейчас уже особо то ничего интересного нет там было еще четыре или три обновления глобальных для counter-strike global offensive но по-моему это и так заезженная тема в общем-то рассказывать здесь особо нечего ну и как итог если вам вдруг понравилось это видео но вам показалось мало вы хотите узнать про конкретные кс-ки более детально более подробно обязательно пишите в комментариях обсуждайте поправляйте меня если я где-то был неправ в общем такое вот дело на этом буду прощаться огромное спасибо за внимание всем спасибо лайки подписки бубенцы группа вконтакте беседка в дискорде залетайте общайтесь радуйтесь у меня